Девушки отдыхают Все это ведет к изменению мироустройства, к изменению мировой политической системы, переориентации ее на страны глобального юга, на страны угнетенные, на страны, у которых накопилось слишком много обид. Сегодня эти обиды артикулировать и предъявлять тем, кто еще вчера был хозяином положения. Вот мы, например, наблюдаем сейчас за реакцией Индии, я прошу прощения, что так отступаю сразу, на сегодняшний день Индия демонстрирует справедливость моего вывода, когда на уровне министра иностранных дел господина Джей Шанкара произносится, на мой взгляд, сакраментальное. Мы вас слишком долго терпели. Это не цитата, но вот примерно так он говорил, когда пытался объяснить позицию Дели по российско-украинскому конфликту и по закупкам нефти со скидкой. И с дальнейшей, как вы знаете, перепродажи этой нефти тем же европейцам. Мы вас слишком долго терпели. Мы слишком долго были в положении таком полурабском, когда Британия расхищала, устраивала геноциды. На сегодняшний день они меняют символику, они пытаются абстрагироваться максимально от этого колониального прошлого, что, собственно, происходит, например, в Африке, где все меньше и меньше места достается нашим французским коллегам, что не может последних не беспокоить. Но, возвращаясь к событиям на Ближнем Востоке, действительно, ранее произошел вопиющий, я бы сказал, поворотный момент в этой кровавой истории. Главный возмутитель спокойствия сегодня, главный такой трикстер Израиль решил подвинуть красные линии и нанес удар по дипломатическому объекту Исламской Республики Иран в сирийской столице Дамаск. То, что они преследовали генерала Захиди, там было даже два генерала, целый ряд офицеров Корпуса Стражи Исламской Революции, это не сенсация. Они постоянно ведут охоту на всех, кто имеет отношение к работе иранских спецслужб, иранской армии, Корпуса Стражи Исламской Революции. Но тут действительно удар был, это беспрецедентная такая наглость, удар был нанесен по территории Исламской Республики, потому что это территория депмиссии Ирана. И в этом смысле, конечно, выпад Израиля можно рассматривать как казус Белли. Сегодня мяч на стороне Исламской Республики. Почему Израиль на это пошел, у меня есть ответ, я не знаю, прав я или нет, но все-таки мне кажется, это единственно правильный ответ. Не добившись ничего за более чем полгода бойни в секторе газа, кроме как разрушений и смерти тысяч невинных людей, среди которых тысячи детей. И сегодня уже и Всемирный банк, и ООН оценили разрушение инфраструктуры сектора газа в 18,5 миллиардов долларов. У меня большой вопрос, а кто будет заниматься восстановлением? Вот, например, Россия взяла на себя ответственность восстанавливать новые территории, скажем, Мариуполь. Возьмет ли на себя аналогичную ответственность Израиль? Большой вопрос, он остается открытым. Так вот, никаких реальных результатов Израиль показать не смог. И тем самым господин Натаньягу и его команда загнали себя в угол, примерно так же, как загнали себя в угол украинские руководители. Господин Зеленский и его команда, заведомо обозначив нереальные, недостижимые цели. Если в случае с Киевом это граница 1991 года, то в случае с господином Натаньягу и его ультраправой шайке, которая сейчас возглавляет Израиль, это полное разрушение, так сказать, Хамаса, инфраструктуры Хамаса. А что есть Хамас? Как можно уничтожить людей, которые, в общем, голосуют за Хамас? Ведь они в секторе газа пришли к власти абсолютно демократическим путем. То есть мы видим, что в корне проблем абсолютное непонимание этими людьми своего противника. Сейчас все, что делает Израиль, это закладывает бомбу замедленного действия под будущее поколение израильского народа. Потому что все те обездоленные, все те сироты, люди, лишившиеся крова над головой и своих детей, это все потенциальные бойцы Хамаса, которые через энное количество лет придут к тому, что спланируют и осуществят очередной 7 октября. И это замкнутый кровавый круг, из которого сегодня Израиль не желает выходить. Поэтому, чтобы удержаться на своих местах, господин Натаньягу и его ультраправое правительство решили дотянуть до второго пришествия Трампа. Именно так я сейчас объясняю их провокационные действия и нежелание идти на переговорный процесс. Они считают, что спровоцировав Иран на ответ, они тем самым ввяжут в войну своего главного экзистенциального союзника США. При этом расчет на то, что иранцы не посмеют осуществить удар по ядерной инфраструктуре Израиля. Хотя несколько лет назад Иран отрабатывал подобные учения. Я напомню, что были смоделированы удары по Димоне, по ядерному реактору с помощью, если мне память не изменяет, 16 баллистических ракет и дронов. Повторяю, расчет такой, оправдается он или нет, посмотрим. Мяч на стороне Ирана, сегодня Иран и сопротивление – это единственная сторона конфликта, которая может поставить точку в этой кровавой истории. Спасибо. Продолжение следует...